МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 56-летний пассажир пострадал в ДТП с участием рейсового автобуса. Он ехал по маршруту Белогорск-Благовещенск. Предположительно, рулевой не справился с управлением и съехал с трассы. ЧП случилось около 6 утра на подъезде к областной столице. В ближайшие 15 минут я, Кристина Добровольская, расскажу о других новостях Амурской столицы и региона. Здравствуйте. И вот главные темы выпуска. Не могу в стороне стоять вообще никак. Когда парни наши гибнут, молодые. Не попавшие под частичную мобилизацию амурчане рассказали, почему вызвались на СВО добровольно. Газон не место для игр. Пустующую территорию во дворе дома на Чайковского превратили в современную детскую площадку благодаря федеральному проекту. Вместе могут все. Юные горожане СОВЗ и их родители преодолели третий мини-марафон. Участников самых счастливых и талантливых детей поблагодарил Олег Имамеев. Порядок предоставления единовременной выплаты семьям мобилизованных определили в регионе. Постановление опубликовали на портале правовой информации. Так, пособие 10 тысяч рублей положено каждому ребенку, который до 21 сентября 2022 не достиг совершеннолетия. Средства на эти цели выделят из резервного фонда правительства области. Тем временем, не попавших под частичную мобилизацию жителей Преамурия, но решивших отдать долг родине и поддержать боевых товарищей, проводили в учебные центры Минобороны. Интервью добровольцев в сюжете Кристины Слевцовой. Теплые объятия, уверенность в скорой встрече. Эти военнослужащие запаса сами захотели отправиться на помощь товарищам, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. Ну, что, долг зовет, идем служить добровольцами. Служил по контракту, уволился в 2017 году. Началась такая заваруха, что. Решил пойти в патриот, что, России, куда же деваться. Не можете в стороне? Не могу в стороне стоять вообще никак. Когда парни наши гибнут молодые, а мы, что, мужики уже прожженные, в принципе. Не по 20 лет нам. Поэтому никто, кроме нас, жена, дети ждут, отнеслись с пониманием, что я поехал. Считаю, что надо. У меня 1 октября сын приехал оттуда, 7 месяцев там был. 1 октября один приехал, а старший уехал туда. Младший военный, который приехал, старший по повестке, вот, сейчас Благовещенский. Ну, а что, почему я? Поеду, я смотрю, как мне с ними потом разговаривают. Эти беженцы, это, я думаю, с ними разберутся, у них свое, там, свои ценности, свое, это, не уважаю, как, не считаю их мужчинами. Довелось побывать в Северном Кавказе, Сеченская Республика, Республика Багестан, Украина, Луганская Республика, Северо-Даневск. Любите свою Родину, просто любите. Да, получилось так, что боевые действия начались, никто не ожидал, конечно, что придется воевать со славянами, со своими братьями, но, как говорится, жизнь и не жизнь. А для этого никто не застраховывал. Добровольцы – это жители Преамурья, которые не подходят по возрасту под частичную мобилизацию, но считают своей обязанностью выполнить долг перед Родиной. И помочь в трудное время. Сначала их распределяют в учебные центры Минобороны, после – в зону проведения СВО. Напомним, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно проходят дополнительную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Кристина Слепцова, программа «Город». Продолжаем. Беженцам, живущим в Преамурье, оказывают правовую помощь. Навигатор отвечает на вопросы трудоустройства, образования, пенсионного и соцобеспечения, мерах поддержки. Раздел правовой помощи беженцам, в том числе и прибывшим с территории ДНР ЛНР Украины, работает на портале управления Минюста страны Памурской области. На ресурсе можно найти информацию и о том, где им окажут бесплатную юридическую помощь. Также в навигаторе описаны льготы для беженцев и алгоритмы того, как их получить. Активную ссылку мы оставляем на нашем сайте tv-город.рф. Движение автомобилистов по федеральной трассе в районе возведения подходов к новому мосту через Зею переключили на постоянную схему. Специалисты закончили монтаж пролетных строений путепровода. За три месяца мостовики смонтировали 18 железобетонных балок пролетных строений длиной 24 и 36 метров, объединили их, обустроили монолитные участки. Для того, чтобы выполнить необходимый объем, движение автомобилистов организовали по временной схеме. Теперь возвращают привычный маршрут. Далее строители приступают к отсыпке и формированию съездов с путепровода. Напомним, возведение нового Зейского моста включает в себя создание подъездных путей длиной 7 километров. Обновленное Игнатьевское шоссе открыли для проезда на всем протяжении. Асфальтировать магистраль подрядчик закончил вечером в воскресенье. Об этом в Телеграм сообщил мэр Амурской столицы Олег Имамеев. Напомню, участник от дорожников до Мухина преображается в этом году в рамках нацпроекта БКД. Кроме самой дорожной одежды, здесь меняли подземные сети, освещение, тротуары, остановки. Основные работы представители всех пяти подрядных организаций, а именно столько трудятся на шоссе, завершат к 20 октября. Что касается асфальтирования, участок готов полностью, кроме правоповоротной полосы на Дьяченко. Там из-за просадки временно ограничен проезд. Разметку нанесли практически полностью. В честь завершившегося благоустройства во дворе Ночайковского устроили праздник с аниматорами и конкурсами. Так открывали территорию, которая преобразилась благодаря федеральному проекту «Тысяча дворов». Поздравил местных жителей председатель Благовещенской гурдумы Степан Попов и наша съемочная группа. В такой праздник даже душа поет. Обновление территории жители дома на Чайковского 201 сожидали с нетерпением. Виктория и Матвей среди всех площадок в городе выбирают свою, поэтому считали дни до ее открытия. Все понравилось. Мне понравилось то, что поставили новые качели и кружинку. Старая там была лазалка, ее убрали, но поставили там... Ну, новые кучи все поставили. Молодцы! Ну, короче, как поставили. Заявку на благоустройство жители подали прошлой осенью. Отбор прошли, и летом на территорию зашли строители. Они и техника шумели здесь чуть больше месяца. Теперь двор притягивает не только местную детвору, но и гостей со всего района. Что было до? До того, как пришли строители, у нас на этом месте не было вообще ничего. Был просто газон. Газон и сушилка белевая. Теперь у нас есть большой комплекс, в который включает в себя и горку, и лазалку, и переход. Вот. Детям это очень нравится. Они любят движение, они любят лазить. Вот эти вот все экстремальные передвижения. Их это завораживает, им это нравится. На подобные метаморфозы в следующем году надеются жители 300 городских дворов. Они подали заявку на участие в федеральной программе. Сейчас комиссия отбирает территории, которые благоустроят. Программа действует на второй год. И вот благодаря ей, благодаря активности жителей домов, которые участвуют в этой программе, которые подают заявки, проявляют свое желание, появляются вот такие красивые, удобные, функциональные площадки для занятия спортом, для просто времяпрепровождения таких-то других игр. Конечно, это важно. Особенно, я считаю, это важно для дальневосточных городов. Напомним, программа «Тысяча дворов» инициирована полупредом президента ДВФО Юрием Трутневым. В этом году по ней в Благовещенске обновляют 50 территорий. Во всем преамурие сотню. Сергей Барабко, Виталий Антонюк. Программа «Город». Одну благоустроенную площадку в Благовещенске испортили до открытия. Речь о декоративной тропе на новой набережной Зеи. Трое подростков сделали это намеренно и осознанно, написал в соцсетях Олег Амамеев. Около 70 метров печатного бетона под деревянный спил. Испорчено и восстановлению не подлежит. Переделывать участок придется полностью. Сумма ущерба, говорит городоначальник, полмиллиона. Подрядчик приступил к демонтажу бетона. Хулиганы в юбках попали в объективы камер наружного наблюдения. Заявление в полицию направлено. Олег Амамеев добавил, надеется, их накажут и рублем, и ремнем. Цитата. Вообще какая-то нехорошая тенденция. На днях неизвестные разбили автобусный павильон, сегодня испортили дорожку на набережной. Думаю, все же это отдельные случаи, и горожан, кто создает комфорт и уют, участвуют в субботниках высаживать деревья гораздо больше, чем тех, кто откровенно гадит. Конец цитаты. Сотню золотых медалей раздали на юности. Там прошел мини-марафон «Я могу», в котором присуждали только первое место и всем его участникам. Это юные амурчане из Благовещенской, Ивановки, Новобурейской и Блакрайона. Преодолевать дистанции им помогали родные и волонтеры. Кто стал героями этого спортивного праздника, расскажем в сюжете. «Я могу» – не просто слова для этих детей, жизненный девиз. У каждого свой недуг, но отказываться от состязаний и возможности показать себя – это не причина. Дима Казазеев узнал о марафоне от друзей, с которыми занимается в бассейне. Свои 400 метров преодолевал, несмотря на боль в ногах. Даже от помощи отказался. «Сложно очень. Я сначала побежал, а потом устал». Диана и Денис Загородний бежали вместе с родителями. Несмотря на то, что брат и сестра сильно остаются в развитии, в мини-марафоне участвовали в третий раз. Во время прошлогоднего забега парень проявил себя не только как спортсмен, но и как настоящий мужчина. Увидел маму с сестрой отстали и ринулся не к финишу. Вернулся к ним. Мы просили волонтера, чтобы он бежал с Денисом. Денис увидел, что мама с Дианой позади вернулся назад. Ну то есть вот это была как бы сложность. И сейчас мы решили, что мы будем бежать с семьей. Ну то есть нам будет помогать папа, я буду бежать с дочкой Дианой, а Денис будет бежать с папой. Каждый год нам мамы говорят, что эти медали дети не хотят снимать. Они с ними моются, они с ними спят и они с ними кушают. И потом они идут в детский сад или они идут в школу с этими медалями. Конечно, это очень радует, потому что сегодня действительно каждый преодолел себя. И каждый ушел победителем. А уж эти дети, ну они действительно герои. Мини-марафон «Я могу» проводят в рамках проекта «Бег к мечте». В этом году события поддержала городская администрация и лично мэр Олег Мамеев. Я хочу обратиться к родителям. Наши дети, ваши дети, самые умные, самые талантливые, самые счастливые. Знаете почему? А потому что мы вместе. И мы вместе преодолеем любые сложности. И сегодняшний марафон – доказательство этому. Я горжусь вами. Всего на дистанции 400 и 1000 метров вышли и преодолели их сотни детей. Среди участников были дети с ДЦП, психическими и физическими отклонениями, глухонемые и слабовидящие юные омурчане. Кристина Слепцова, Екатерина Борисова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Серебряных жителей областного центра поздравляли не с очередными наградами. Их торжество приурочили к 35-летию Союза ветеранов Благовещенска. На юбилей в организации побывала заместитель мэра Виктория Хопатько. Ваш опыт, ваше знание, ваше умение заниматься патриотическим воспитанием, ваша любовь к малой родине, к нашей стране обязательно должна передаваться из поколения в поколение. Самым активным и творческим представителям совета вручили благодарности от городской администрации. С концертной программой перед юбилярами выступили артисты ГДК и победительница вокального конкурса «Серебряный голос Амура» Нина Крылова. Главный зимний волшебник приедет в столицу Преамурья в ноябре, встретит Деда Мороза, Снегурочку и их команду получится на железнодорожном вокзале. Информацию о прибытии в регион праздничного состава разместили на одноименном сайте. Там же пишут, поезд – это празднично оформленная передвижная резиденция новогоднего волшебника, в составе которой приемная, вагон для проведения игры-квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы. Согласно расписанию, в Благовещенск поезд прибудет 12 ноября в 11.10. Узнать время прибытия поезда в другие амурские города можно на сайте поезддедомороза.ру. Всего же волшебникам предстоит преодолеть больше 33 тысяч километров. Маршрут состава проходит больше, чем через сотню городов России. Амурские зоозащитники поборются за 10 миллионов рублей. Приз – губернаторский грант – можно пустить на покупку оборудования, расширение или ремонт приюта для животных. Чтобы поучаствовать в конкурсе, у претендентов должен быть в собственности земельный участок. Опыт работы с бродячими четвероногими – не менее трех волонтеров или сотрудников в штате. Заявки начнут принимать 13 октября. Подать их можно по электронке. Ее мы указали на экране. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и отличной рабочей недели вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова